Здравствуйте, люди добрые! Вы находитесь на канале Голос Правды и с вами я, ведущий Олег Гурылов. Наконец-то народ начинает просыпаться и понимать, что к чему. Народ уже не доверяет этим воришам, олигархам, коррупционерам. Посмотрите, друзья, что происходит во Владивостоке. Субтитры делал DimaTorzok Друзья, а что же все-таки произошло? Президент компании ФСК Аркадий Коростелев и генеральный директор Владивостокского морского торгового порта Роман Кухарук, которых закидали касками митингующие докеры, они обратились в полицию, сообщила компания ФСК. Также она отметила, что якобы они получили травмы. Представитель профсоюза просил приехать и ответить на вопросы митингующих докеров. Однако по приезде им не задали ни одного вопроса, а начали забрасывать касками и нападать, сообщила ФСК в разосланном в СМИ заявлении. Компания ФСК также отметила, что Коростелев и Кухарук не стали вступать в потасовку и ушли. Ну, конечно, их было там пару человек, докеров сколько. Они их просто закидали касками и напинали под зад. Друзья, вот у меня душа радуется, когда вижу подобное видео. Наконец-то народ начинает понимать всю правду. Вот эти олигархи, они грабят нашу страну безбожно. Они платят налоги, якобы у нас плоская шкала налогов, все по 13% якобы платим. Но на самом деле получается, что олигархи выводят свои активы в офшоры и вообще практически ничего не платят. А простые граждане, мы с вами, мы платим налоги. И не 13%, обратите внимание. 13% это только подоходный налог. Есть еще 20% это налог на добавленную стоимость. Кроме того, огромное количество различных поборов. Я не буду сейчас рассказывать. Огромное количество поборов. И народ начинает просыпаться. Начинает понимать. Вот похоже, вы знаете, у меня вот мое личное мнение, да, выскажу. Вот только так и остается народу действовать. А как? Как еще действовать? Люди уже не верят вот этим ворам, коррупционерам, олигархам. Конфликт между сотрудниками и руководством Владивостовского морского торгового порта начался после смены руководства в порту. 30 сентября наблюдательный совет порта отправил генерального директора Заребекова Юсупова в отставку. Работники требовали восстановить его, сохранить социальные гарантии и объяснить причины в отставке. Друзья, понимаете, опять вот все обрезали, видать, что произошло. Все обрезали, все социальные гарантии. Вот я работал на пермской печатной фабрике Газнак. Уволился сам. Не хочу работать на Вову Путина и Диму Медведева. И Диму Мишустин. Ну и прочую вот эту, ладно, не буду выражаться, братью. Не хочу я на них работать. Но тем не менее я все равно плачу НДС 20%. Все равно никуда не денешься, как говорится. Но я не хочу работать на них. Я работал на государственной компании. И люди, вот понимаете, люди работают до сих пор. Там обрезают тоже соцпакеты. Раньше были двойные, допустим, двойная зарплата, да, выплата за работу в выходные и праздничные дни. Потом обрезали, сделали полуторную. Потом вообще обрезали там. Сказали, вот премия эти и все о динарном размере. И будешь работать как раб. Понимаете? Люди не хотят работать. Недавно вот спортзал продали. Детсады отдают в муниципалитет. Сокращают работников. Все происходит то же самое по всей стране. Понимаете? Но я рад, конечно, что народ просыпается. Так держать. Если так пойдет и дальше. К зиме проснемся. Как раз и предсказание есть о том, что вот этот режим путинизма. Отрак Вячеслав предсказывал, что продержится полгода после того, как будет совершено нечто вроде госпереворота. А я вам напомню, что 1 июля был совершен госпереворот. Путин стал вечным правителем России. Но ему не вдомек, что через полгода его уберут. Несколько месяцев ему осталось. Пару месяцев. Скоро крысы побегут с корабля. Друзья, делитесь этим видео в соцсетях. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. До свидания. С вами был Олег Бурылов. Ваш голос. Правда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова